Тема нашей сейчас беседы. Линейное уравнение с двумя переменными. Внимание! Равенство, содержащее две переменные в первой степени, называется линейным уравнением с двумя переменными. Еще раз. Равенство. В равенство должны входить две переменные. И эти переменные должны быть в первой степени. x в первой, y в первой. Это уравнение линейное с двумя переменными x, y. 7x-11y равно минус 1. Равенство, содержащие две переменные в первых степенях, это линейное уравнение с двумя переменными. Это тоже пример линейных уравнений с двумя переменными. Следующее понятие. Любое линейное уравнение имеет решение. Решением линейного уравнения является упорядоченная пара чисел. Поскольку у меня записаны уравнения с переменами x, y, привычно записывать упорядоченную пару x, y. Что это обозначает? Я утверждаю, что пара 3, 2 является решением данного уравнения. Причем значение 3 принимает переменная x, а значение 2 принимает переменная y. Вот что обозначает понятие или термин упорядоченная пара чисел. Проверим. Чтобы проверить, является ли пара чисел решением уравнения, мы должны подставить вместо x число 3, 7 умножить на 3, вместо y число 2, минус 11 умножить на 2, вычислить число в левой части уравнения. 21 минус 22 равно минус 1. То есть левая часть минус 1, правая часть минус 1. При подстановке значений переменных x и y мы получили правильное равенство. Это обозначает, что эта пара является решением данного уравнения. А если бы мы получили неправильное равенство, мы бы сказали, что пара чисел 3, 2 не является решением данного уравнения. А сейчас поговорим о том, что обозначает понятие равносильное линейное уравнение с двумя переменными. Обратим внимание, x минус y равно 1. И второе уравнение 2x минус 2y равно 2. В левой части этого уравнения можно вынести 2 за скобки. Получим в скобках x минус y равно 2. Ну а теперь левую и правую части этого уравнения можем разделить на 2. Имеем x минус y. Можно опустить скобки. Это я поторопилась. равно 1. Тогда первое уравнение x минус y равен 1. Вот это уравнение в результате тождественных преобразований, а еще эти преобразования называют равносильными преобразованиями, мы получили уравнение x минус y равно 1. Естественно, если уравнения имеют одинаковый вид, то они имеют и одинаковое решение. Поэтому, если два уравнения имеют равное решение или не имеют решения вообще, то такие уравнения называются равносильными. Я утверждаю, что x минус y равно 1. Уравнение равносильное уравнению 2x минус 2y равно 2. В результате равносильных преобразований всегда можно получить равносильное уравнение. Какие преобразования относятся к равносильным? Например, вынесение общего множителя за скобки или, наоборот, раскрытие скобок, перенос слагаемых из одной части уравнения в другую, умножение или деление левой и правой части уравнения на одно и то же число. Все эти преобразования дают равносильное уравнение.